Всем привет! В эфире новости зарубежной недвижимости и мира. Меня зовут Симона и сегодня в выпуске следующие темы. В Камбодже две крупные компании запускают люксовый проект. Евростат обнародовал статистику по количеству выданных разрешений на проживание. Инвесторы на Кипре потеряли хватку и стали чаще покупать доступные объекты. Стало известно, сколько жилья купили в Турции в августе. На Пхукете построили больше вилл, чем квартир. Рынок изменился. Visa Guide опубликовал список самых сильных паспортов мира. Обо всем далее. Ставьте лайк и мы начинаем. Камбоджа радует своим развитием и ростом инвестиционного потенциала. Из неприметной страны она превращается в люксовый курорт. И говорю я это неспроста. Две крупные компании Royal Group International и Marriott International объединились и решили запустить новый проект под брендом The Ritz Carlton. В него войдет шестизвездочный отель и жилой комплекс класса люкс. Все будет соответствовать высокому стандарту бренда. Замечу, что в жилые помещения можно будет инвестировать и впоследствии получать доход. Пожалуй, очевидно, что для Камбоджи подобные проекты – это знак отличия. Страна развивается и нацелена на привлечение иностранных инвесторов и международных брендов. Пока Камбоджа находится на стадии развития, есть шанс вовремя вложиться в недвижимость для заработка или просто для того, чтобы жить там. Сколько первичных видов нажительства выдали в странах Европы в 2023 году? Статистикой поделился Евростат. Как отметили в отчете, за весь прошлый год 3 миллиона 700 человек получили документы для легального проживания. Это почти на 5% больше, чем в 2022 году. Самая большая группа граждан, которая получила ВНЖ – украинцы – 307 тысяч человек. Затем белорусы – 281 тысяча. На третьем месте индусы – 208 тысяч человек. И россияне расположились только на седьмой строчке рейтинга с результатом в 116 тысяч выданных первичных ВНЖ. На основании трудоустройства вид на жительство получили 34%. По воссоединению семьи – 26,5%. На другие причины, включая защиту беженцев, пришлось почти 26%. Также 14,5% получали документы на основании обучения. Элитная недвижимость на Кипре стала уходить на второй план, потому что инвесторы чаще приобретают недорогие объекты взамен на ВНЖ. До этого тенденция была другой – покупали премиальную недвижимость и получали гражданство. Но вот тренд сменился. Сейчас на сделки с очень дорогостоящими объектами стоимостью от 1,5 млн евро приходится всего 8%. Только в 2023 году число подобных сделок снизилось на 26%. Тогда заключили 164 контракта на общую сумму 440 млн евро. Расцвет и пик продаж элитной недвижимости на Кипре был в 2017 году, когда продали 260 объектов. Цена каждого начиналась от 1,5 млн евро. Хочу напомнить, что Кипр все еще благосклонен к россиянам, поэтому нам также доступна программа вида на жительство или гражданство взамен на инвестиции. Цена объекта должна начинаться от 300 тыс. евро. Подробности об условиях ищите в нашем телеграм-канале Property Show. Функция поиска по чату поможет найти необходимую информацию. Турецкий институт статистики опубликовал отчет по продажам в августе. Было продано более 135 тысяч квартир и домов, что на 10% больше, чем в прошлом году того же месяца. В основном рост продаж произошел за счет местных жителей, потому что иностранцы в августе приобрели на 26% меньше, чем в 2023 году. Доля сделок с зарубежными гражданами составила почти 2%, куплено 2257 объектов. Лидирует по количеству сделок россияне, которые приобрели 381 объект. На втором месте граждане Ирана 171 объект. Далее следуют украинцы и немцы, заключившие 161 и 139 сделок соответственно. Иракцы купили 136 единиц жилья, а казахстанцы и азербайджанцы 98 и 90 объектов соответственно. Если говорить о локациях, то самым популярным городом для покупки среди иностранцев стал Стамбул. 838 сделок, в Анталии 696, а в Мерсине 174. Рынок по-прежнему привлекает инвесторов, но инфляция давит на принятие решения о покупке. В Таиланде на Пхукете рынок новых вилл превысил по объему рынок новых квартир впервые за 15 лет. В этом году в первом полугодии начали строить 1 285 вилл. Это на 17% больше, чем за весь 2023 год. Тогда на рынок вывели всего 1100 объектов. Как отметил директор отдела исследований компании Calier's Thailand, спрос на виллы останется даже при высоком росте предложения. В общем, рынок горячий. Что с апартаментами в кондоминиумах? За первые 6 месяцев года построили 20 комплексов, где находится 4690 объектов, а их общая сумма составила 36 миллиардов бат. А общая сумма новых вилл за тот же период достигла 36,6 миллиардов бат. Паспорт какой страны лучше получить, чтобы свободно передвигаться по миру? Портал Visa Guide проанализировал паспорта 199 стран мира и составил список из самых сильных, которые позволяют без визы въезжать в другие государства и легко оформлять визы по прибытию или электронной визы. В пятерку самых свободных паспортов вошли Сингапур, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Также в топ-10 находятся паспорта Германии и Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Люксембурга. Турецкий паспорт расположился на 94 месте, а паспорт России на 95. В общем, наши родные документы тоже хороши, но в идеале владеть сингапурским удостоверением личности. С ним можно спокойно объездить почти весь мир. Что ж, это была последняя новость на сегодня. Пользуясь случаем, я вам напоминаю о начале выставочного сезона. 11 и 12 октября в центре Москвы пройдет выставка зарубежной недвижимости «Инвест-шоу». Мы приглашаем застройщиков и агентства недвижимости принять участие и представить свои проекты гостям, которых мы также с радостью ожидаем на выставке. Все подробности вы узнаете по ссылке в описании. Перейдя по ней, можно и стенд забронировать, и получить бесплатный билет на посещение. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Пока-пока!